доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день вторник 20 марта и начнем наш разбор как всегда с пары евро доллара всем зрителям напоминаю что если вам нравится этот обзор отставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях и так пара евро доллар вчера концу торговой сессии смогла закрепиться выше максимум который мы видели 16 марта что в рамках часового таймфрейма нас переводит вновь в фазу роста то есть движение в сторону основного тренда с целями на 126 38 конечно есть еще промежуточные цели во первых это закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии затем уйти выше уровня 12482 отмена данного сценария то есть возврат уже непосредственно к продажам будет актуален в том случае если пара сможет закрепиться ниже минимальной значение которое мы видели в пятницу и вчера в понедельник на уровне 1.2257 пара британский фунт американский доллар вчера смогла закрепиться выше максимум который был зафиксирован в пятницу это уровень 1.3983 и в рамках часового таймфрейма мы также перешли в сторону восходящего движения то есть движение возобновилась в сторону основного тренда цели по движению это область 1.4148 возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений которые мы видели вчера на уровне 1.3912 в данном случае если пара британский фунт американский доллар даст возможность скорректироваться до отметки 1.3984 это уровень пробития то есть протестировать его с обратной стороны то в этом случае интересная точка для а присоединения к восходящему движению будет актуально далее пара американский доллар канадский доллар на текущий момент тенденция восходящая сохраняется ближайшие цели ближайший разворотный уровень находится на минимуме понедельника это отметка 1.3046 если канаде сможет закрепиться ниже данного уровня то уже вероятен переход к нисходящему движению с целями до 1.2814 ну а цели роста это обновление во-первых максимум которые были зафиксированы вчера в понедельник и движение на отметку 1.3192 пара американский доллар японская иена сейчас в данный момент пытается выйти из коррекционного нисходящего движения и перейти к движению восходящему с целями роста до 107 23 но посмотрим как данной паре это удастся для подтверждения нам необходимо увидеть закрепление выше уровня 106 30 максимум который был зафиксирован вчера отмена данного сценария отмена восходящего сценария последует в том случае если мы видим пробитие минимальные значения пятницы и понедельника который находится в области 105 62 а пара австралийский доллар американский доллар на текущий момент продолжает свое нисходящее коррекционное движение цели по снижению находятся в области 75 76 ну а возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае если австралийц сможет закрепиться выше максимум который были зафиксированы вчера на уровне 77 25 евро фунт продолжает свое нисходящее движение цели по снижению ближайшая это область 86 90 а возврат к покупкам будет рассматриваться а после преодоления максимальной значения вчерашней торговой сессии это область 88 15 а по золоту на текущий момент тенденции нисходящее сохраняется цели по снижению это область 1300 долларов за тройскую унцию возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае если золото сможет закрепиться выше максимум вчерашнего дня а который был на отметке 1319 долларов за тройскую унцию по нефти марки brend тенденция восходящая сохраняется цели остаются прежними это движение в область 68 41 ну а ближайший разворотный уровень сместился на минимум вчерашнего дня это отметка 65 42 а по индексу dax вчера мы смогли закрепиться ниже минимальные значения которые были зафиксированы в пятницу что в рамках часового таймфрейма нас переводе сейчас в коррекционные нисходящее движение ближайшие цели во-первых уйти ниже уровня минимальные значения 13 14 марта это отметка 12 114 ну и далее двигаться на 11 806 возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значений которые были зафиксированы в пятницу и в понедельник области 12 420 а по биткоину на текущий момент тенденция восходящая сохраняется в рамках часового таймфрейма ближайшие цели роста это движение в область 9800 ну и далее уже на один на 12 тысяч возврат к продажам будет актуален ну и начало соответственно коррекционного нисходящего движения в том случае если мы увидим bitcoin ниже минимальный значение понедельника это область 7962 и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видео обзорах